Это были последние Дни 1956 года Всюду чувствовалось Предпраздничное оживление Готовясь встретить Новый год Люди поминали добрым словом И год уходящий Он принес много хорошего И каждый хотел, чтобы весело было За новогодним столом Разве не увлекательно Все вместе прокатиться На русских тройках с бубенцами? Другие Различные аттракционы Шведским студентам, например Понравилось восхождение По ледяной горке Вместе с советскими студентами Новый год встречают Их зарубежные друзья Приехавши учиться в Москву Из Индии, Румынии Чехословакии, Египта Китая и Польши Из многих стран С Новым годом, друзья С новым счастьем За мир и дружбу Провозглашают американцы Немцы Шведы Французы Дорогие друзья С новым вас 1957 года Ура 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 Как положено Ура, товарищи Ура, друзья С новым годом С новым годом Давайте щекнемся С новым годом Мальчики и девочки С новым годом И вместе с нами Его встречают Народная артистка СССР Эдита Пьеха АПЛОДИСМЕНТЫ Народная артистка Советского Союза Петр Глебов АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженные артистки России Мария и Евгения Донские АПЛОДИСМЕНТЫ Народная артистка России Синаида Кириенко АПЛОДИСМЕНТЫ Журналист Публицист Писатель Галина Шергова АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят Ленинской и Государственных премий Олег Ивановский АПЛОДИСМЕНТЫ Народный артист Советского Союза Николай Петров АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженный артист России Леолитий Аганесов АПЛОДИСМЕНТЫ Наш автор и драматург Виктор Ильич Славкин АПЛОДИСМЕНТЫ Наш архивариус Голос эпохи Евгений Хорошевцев АПЛОДИСМЕНТЫ А также все те, кто сидит в этом здании Или сводит нашу программу Экраном своих телевизоров И те, кого мы представим По ходу нашей программы Ура! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Размерь, пожалуйста, ансамбль Грера АПЛОДИСМЕНТЫ 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 «ПО ТВ» Это был ансамбль Гринада. Мы, собственно говоря, можем легко сейчас мысленно перенесить 57-й год и представить себе, что примерно так же было на 6-м всемирном фестивале молодежи и студентов. Гасим свет и смотрим хронику. С каждым днём теплей и ярче встречи. Фестиваль идёт, расправив плечи. Песни с севера, танцы юга, каждый чувствует сердце друга. А на другой эстраде огненная пляска Испании. Труден был путь молодых американцев на фестиваль. И расстояние не единственная трудность в этом путешествии из-за океана. По закону гостепнинства торжественное шествие замыкает делегация Союза Советских Социалистических Республик. Замечательные кадры, хорошие лица. А может, у нас в зале кто-то помнит этот фестиваль? Пожалуйста. Действительно, вот это впечатление того, что как бы разрешили. Вот вроде открытым текстом этого никто не говорил. Но можно. Можно разговаривать. Можно общаться. А ведь совсем недавно, вот незадолго до этого, у меня, например, был такой эпизод. Меня остановила группа фермеров на территории Академии. И стала приставать, чтобы я дала телефон, адрес они кому-нибудь дадут. Со мной кто-то будет переписываться. Я была в шоке и в панике. Потому что вроде грубо ответить нельзя, вместе с тем я совершенно четко понимала, что нельзя. То есть вы думали, что вас вербуют, да? Ну, где-то так, да. Вот. И даже больше того, они мне подарили пачечку леденцов, и дома все обсуждали, есть или не есть, решили не есть. Отравленные могут быть, да? Конечно. Вот. А тут вот так. Вот можно. Можно разговаривать. Можно общаться. Мы выходили на улицы. Вот все открытки московские были скуплены. Мне удалось купить только вот такие, не цветные. И вот у меня сохранились автографы, которые мне давали участники фестиваля. Просто на улицах. Вот несколько их тут. И что еще было очень как-то приятно и удивительно, совершенно неожиданно оказалось, что даже можно немножко говорить по-английски. Мы лет 12, наверное, к тому времени изучали язык, но абсолютно он где-то там лежал в туне. А здесь, ну, может быть, вот в связи с этой всей обстановкой, и плюс еще для большинства из них английский тоже был чужой. И вот это было, конечно, вот это ощущение было совершенно потрясающее. Вы чувствовали, что это, одну секундочку, что это идеологические враги? Нет. Нет. Абсолютно. Вот так. Спасибо. Понимаете, люди брали автографы не у знаменитых артистов, а просто уидом странцев. Вот подъем душевный. Дмитрий Михайлович Шергова. Это было вообще событие в жизни телевидения, потому что до этого велись трансляции, обычно с Красной Площей или каких-то официальных событий. А из Лужников это была первая открытая трансляция, когда надо было говорить, в общем, не по заготовленным бумажкам, как мы это делали раньше, а просто комментировать то, что ты видишь. И вот мне тогда, значит, досталось комментировать политическую часть фестиваля, а художественную часть фестиваля комментировала Ольга Васильевна Лепешинская. Причем, значит, было совершенно замечательно. Как раз перед тем, как нужно было включить микрофон, а вы знаете, что такое включить микрофон, и перед тобой разверзается бесконечность, если тогда это было вообще впервые. В это время Ольга Васильевна говорит мне, Далина Михайловна, как вы думаете, какое главное достижение советской культуры, даже более того, советской власти за все годы ее существования? Ну, я, значит, судорожа начала что-то такое там вспоминать и все. Она сказала, нет, не это. Главное, что Средняя Азия встала на пуанты. При этом, значит, нужно включить микрофон, и в это время пошла советская делегация. И мне кажется, что присутствующие там представители Среднеазиатских республик сейчас поднимутся на пуанты и пойдут так по лужникам. Я микрофон включить не могла, потому что меня просто-напросто давил смех. И таким образом о советской делегации в эфире было гораздо сказано меньше, чем о других делегациях. И таким образом я дискриминировала собственную Родину. Сама того не желая. Ничего, Родина выдержала этот дискриминационный выпад. Спасибо, Галина Михайловна. Спасибо большое. Можно мне добавить одну секундочку? Я хочу спросить у зала, знают ли они еще об одном событии, которое предшествовало этому фестивалю. Думаю, что не все это главное завоевание советской власти. Было отменено, вернее была отменена плата за общественные туалеты 10 копеек. По всей Москве. Слезы наворачиваются от этой неземной доброты. А что это вы вдруг? Ну на всякий случай. Вы сейчас о дружбе народов не наметили. Как вы можете снижать тон нашего разговора? У нас есть человек, я как раз к вопросу о тех опасностях, которые могли, которыми фестиваль мог грозить. Самых неожиданных, между прочим. У нас есть человек, который участвовал серьезно в подготовке Московского международного фестиваля молодежи студентов. Владимир Михайлович Кривошеев. Пожалуйста, несколько слов о том, как вы. Вы тогда были мастером райкома Комсомола, по-моему. Инструктором, простите, я повысил название. Буквально через несколько дней, как только стало известно, что в Москве будет проведен очередной фестиваль, меня вызвал первый старикарком Комсомола Михаил Федорович Давыдов и сказал, к открытию фестиваля нужно вырастить 100 тысяч голубей. Вопросов не задавать, потому что я на твои вопросы ответить не смогу. Как это сделать? Но я буквально два пальца в рот свистнул и созвал уличных, вернее, дворовых голубятников, которые знали, как это сделать. А что в Москве в то время не было голубей? В Москве вообще, кроме воробьев, никаких птиц не было. Даже, по-моему, ворон толком не было. Голубей тем более не было. Мы голубя знали только вот по плакатам, по рисункам Пикассо. Естественно, дали разнарядку в комсомольской организации, заводов и фабрик. Каждый предписали, сколько нужно вырастить им голубей. Ученые люди нам сказали, что птица должна полететь молодая, потому что она будет до этого старта сидеть несколько часов в каком-то замкнутом пространстве без воды и без пищи. Действительно, это был самый массовый запуск голубей на всех фестивалях. Из всех фестивалей, потому что в предыдущем фестивале выпустили голубей из сундука, и они не вылетели, они выползли. А тут действительно взмыли в небо. А позвонил мне на следующий день, ну не через день, напасников горком комсомольского, что меня сотрет в порошок, потому что эта птица уничтожает стадион. Каким образом, я сказал, эта безобидная птица может уничтожить вот это железобетонное сооружение? Очень просто, говорит. Там осталось много птицы, которые не улетают. А действительно, среди голубей приблизительно 20%, потому что среди людей левши, которые, в отличие от массы птиц, по часовой стрелке летающей по кругу ходят, голубь по кругу ходит, она против часовой стрелки, эта часть ходит, она завинчилась под козырек стадиона и гадила на эти скамейки. Ему приходилось вызывать пожарную команду, которая бронзбойдом и разрушала эти скамейки. Я опять два пальца в рот свистнул, вызвал этих голубятников, и они вывели этих голубей своими вот подсадными голубями, очистили стадион. Вот такой вот маленький эпизодик. Спасибо большое. Еще один вопрос. Существовала ли проблема на тот момент, трагическая проблема проституток? Да, существовала. Так вот, значит, мы порядок-то навели среди массы рядовой, послушной, законопослушной молодежи. Но вдруг в Москву хлынули профессиональные, так сказать, путаны, с которыми очень было трудно бороться. Одна такая маленькая деталь. До начала фестиваля стало известно, что жулики, воры и прочие организованные криминальный мир провел свое совещание, где было принято решение на фестивале не работать, не воровать, не грабить. Не потому, что они были очень идейно, так сказать, подкованы, а только потому, что тогда вступится в это дело КГБ, и тогда им не сдобровать. А вот эти девицы легкого поведения, они не имели такой организованного центра в виде там вора, в законе, там авторитета своего. И их просто невозможно было, сказав одному, что нужно что-то сделать, убрать. И тогда вот профессионалы из милиции придумали такую вещь, ранее уже использовавшись, но тогда еще мало кто об этом знал, отловили несколько профессионалок и испортили им прически, постригли. И тогда пошло по Москве, что девок стригут. И действительно их как ветром ждули. Насильно. Испортили им прическу, испортили товарный вид профессионалов. Насильно, что ли? Ну как, конечно, недобровольно их стригли, естественно. Это на ваших глазах происходит? Нет, это не на моих глазах. Ну, нагло подтягивали, что ли? Да нет, испортили, отрезали локали, там, косали, я не знаю, что еще. И они таким образом действительно оттуда ушли, оставив поле для честных, хороших девушек. Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Виктор Ильич, пожалуйста. К фестивалю были изданы, надо отдать должное, разговорники. Вот с этим разговорником я как раз весь фестиваль и прошел. И вот он замусоленный даже. Но в этом разговорнике уже заключалась, знаете, идеологическая подоплека. То есть подсказывались, какие слова говорить. И вот сейчас я вам продемонстрирую несколько фраз. И, кстати, проверим знания вашего английского языка. Вот, пожалуйста. Кто знает, что такое? I am from the vagin' land. Ну, товарищ. Я приехал с целинных земель. Кто сказал? Правильно. Я приехал с целинных земель. Товарищ кончил Кембридж, наверное. Так, значит, французский. Кто-нибудь Сорбонну кончил? Вот, я чувствую, вы. Проверим. Кстати, фраза очень трудная. Очень трудная, прошу напрячься. Пренон де порсион де пельмени де сибери. Правильно. Вы смотрите. И порцию сибирских пельменей. Правильно. Правильно. Надо было в качестве приза заготовить, кстати говоря, порцию сибирских пельменей. Вот говорили, вот еще тут я пока играл оркестр, я нашел одну фразу, которая тоже иллюстрирует. Вот мы тут рок-н-ролл, все, значит, пели, все. Значит, как девушку пригласить на танец или мальчика? Значит, байло английский. Байло устет бальс фокстрот танго полька. Обратите внимание, что точно намечены какие танцы. Рок-н-ролл тут и не памятник. Виктор Ильич, я хоть и Сорбонна и не кончал, но нужно вам сказать, что это испанский. Да, вы знаете, Григорий... Но больше в разницы большой нет, это правда. Знаете, Григорий, вы способны к языку учитесь. Так, теперь, да, еще. Значит, мы вот тут говорили, что надо дать отпор, так сказать, как бы готовиться к идеологической схватке. На это запасена фраза «I object». Я возражаю. Вас, иностранец, тянет на стриптиз «I object». Обжект. Так, кто тут по-испански? Волокет. Значит, фраза такая. Кьоре устет компрар уна кальсон. Это из спортивной тематики. Не нужно ли вам купить трусы? Вот это на фестивале могло тебе пригодиться. Что я и говорю. А теперь опять прошу ансамбль Гринада на сцену. Скажите, пожалуйста, ну там сейчас на экране в 57-м году люди не только пели, но и отплясывали. Просто не дай бог. Нельзя ли как-то присоединиться? Если даже из зала кто-то желающий, мы бы рады были и счастливы. Давайте все вместе. Давайте все вместе. Рок-ролл-деклог. Поехали. Давайте. Рок-ролл-деклог. 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 Я приглашаю на эту сцену бывшего аспиранта МГУ, исторического факультета МГУ, Львана Николаевича Краснопевцева. В наше время хранителем музея меценатства и благотворительности. Рок-ролл-деклог. 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 Встречи и откровенные беседы с иностранцами на этом фестивале. В течение последующих трёх недель было арестовано ещё восемь человек. Мы с Николаем и ещё наши товарищи, половина из них активно участвовала в подготовке и работе самого фестиваля. — Вас, между прочим, ждала очень серьёзная научная карьера. — Ну, один из моих друзей, тогда офицер КГБ, первое, что сказал моей жене и моему тесте, узнав о моём аресте, сказал, какую карьеру погубил. Ну, 25 лет, кандидат наук, читающий её основной курс на историческом факультете НГУ. И вдруг... — Простите, пожалуйста, я так понял, вас арестовали ведь не за общение с иностранцами. — Нас арестовали, конечно, за то, что мы стремились выработать свои собственные, как вам сказать, за то, что мы боролись за свои собственные взгляды, за свой собственный духовный мир. — Как это сейчас принято говорить? Тогда это было государственным преступлением. Можно ещё было как-то строить свою материальную жизнь, своей семьи свою, но строить свой особый духовный мир — это было государственное преступление, предусмотренное статьёй 58, там с 20 её подразделениями. Вот этим мы занимались. — Так, в какой форме, простите, пожалуйста, вы занимались этим делом? — Ну, я бы сказал, что, наверное, три основных, что ли, эпизода или события легли в основу уголовного дела. Значит, первое — создание нелегальной молодёжной организации, в которую вошло 9 человек, и десятый дал согласие, но не успел войти. Нас арестовали. Десятым был Натан Эдельман. — У вас дети были? — У нас были дети, к сожалению. То есть нам было трудно расставаться. Но для нас было самое важное, всё-таки в тот момент, вот так мы были воспитаны, мы были комсомольскими активистами, активными деятелями молодёжи того времени, что мы, выше всего, считали свой долг перед обществом. — В чём он заключался? Пересмотреть историю? — Нет, не пересмотреть историю. Мы просто пришли к выводу, что в 1956 году, летом, осенью, наступил отказ хрущёвского руководства, и лично Никиты Сергеевича Хрущёва, от курса 20-го съезда. Мы прекрасно были знакомы с документом от 21 декабря 1956 года, который назывался очень серьёзно. О мерах пресечения антипартийной и демагогической деятельности. То есть мы поняли, что не только закрыт тот путь, который был открытым до 20-го съезда, но нам заткнули рот вот таким, как нам, как мы. Мы это прекрасно понимали, и мы пришли к выводу как раз на рубеже, в конце 1956 года, на рубеже 1957 года, и, наверное, тогда впервые друг с другом поделились этой идеей, что надо всё-таки просто рассказывать людям, что наступило время бороться против сталинской системы произвола и насилия. Это я не сегодня придумал эти слова, эти слова в нашей прокламации. Лев Николаевич написал достаточно серьёзную книгу, серьёзное исследование по истории российского освободительного движения 19-го века, ну, начала 20-го века. Для меня в этой книге было самым интересным, самым важным то, что там было доказано, что Сталин верный продолжатель Ленина, а Ленин настоящий основоположник вот того действия, которое создал Сталин. То есть идеологический основоположник тоталитарного режима. Извините, пожалуйста, Ленин Николаевич. Вы что, не понимали, что арестуют? Не думали? Надеялись, что его принесёт? Ну, а какой выход был? Мы были историки. Мы, начиная с первого курса, знакомились и достаточно хорошо знали историю человечества. Мы знали, что не было ни одного тоталитарного режима, который, в конце концов, тотальным образом не развалился бы. У нас было достаточно... Нас учили прекрасные преподаватели, которые не были ещё тогда изведены с корнем из Московского университета. Это была наша профессия. Нам надо было или уходить, как делали некоторые наши товарищи, узнав, так сказать, истину, или надо было уходить из истории, надо было делать для себя соответствующие выводы. Какую срок вы получили? От шести до десяти лет. А просидели? Шесть, и одна группа шесть, другая группа десять. Вы сколько лично? Десять. А вы? Я шесть. Но нам повезло. Ведь прокурором по нашему делу выступал тогдашний помощник генерального прокурора. Его фамилия Прошляков. Прошляков фамилия его, да. Прошляков. Он выступал, он дважды выступал в суде, уже после выступлений наших, после адвокатов. И вторично требовал каждому из нас десять лет нагерей, пять лет ссылки, три года лишения прав. И это значит на всю остальную жизнь оставить там, куда бы нас отправили. Но суд уже, вероятно, исходил, все-таки результаты оттепели сказывались. Все-таки суд нам определил по трем по шесть, трем по восемь и трем по десять. То есть очень мало. Да, Лев Николаевич, скажите, пожалуйста. Да, это была первая волна, в которой не было прямо расстрелянных людей. Хотя некоторые преподаватели Московского университета, эскадровых ленинцев, требовали применения к нам высшей меры наказания. Семья как встретила. Ну, наши семьи знали о какой-то части нашей деятельности. Ну, в общем, наши жены считали, были они согласны на 80%, на 70%, на 60%. Самое главное, они считали, что мы имеем право, мы имеем право на собственные взгляды. То есть ваша семья вас поняла? Все женщины, да, да, да. И семьи ваши сохранились после возвращения из родителей? Семьи наши сохранились. Моя жена здесь. Замечательно. Вот давайте на этом закончим. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, хорошо, что вы здесь, что вы живы, что вы с нами. Спасибо. Знаете, выражение, Владимир Николаевич, а какой у нас был выход? Наивный вопрос. Выход был, конечно. Просто почему-то им не воспользовались. Не хочется даже морализировать на эту тему, и так все ясно. Гасим свет и смотрим хронику. За годы шестой пятилетки москвичи получат 11 миллионов 200 тысяч квадратных метров жилой площади. Столько же, сколько было построено в Москве за всю ее многовековую историю. Корпус номер 12 ждет новоселов. Побываем в его квартирах. Так выглядит однокомнатная квартира. Она является образцом примерной расстановки мебели. В кухне, снабжаемой горячей и холодной водой, специальный стол для мытья посуды. В этой квартире две комнаты. Она также рассчитана на одну семью. Обратите внимание на встроенный в стену шкаф. Это по существу гардеробная, в которой можно и переодеться. Неудержимо раздвигает свои границы Москва. Строитель обещает все сделать, чтобы в ближайшие годы советские люди перестали испытывать нужду жилища. Они сделали действительно все, что могли, но коммуналки оставались в 57-м году. И сейчас они еще есть. И за 10-11 лет не удалось ликвидировать коммуналки. У нас сегодня вообще юбилейная передача, между прочим. У нас сегодня десятилетие. Мы же начали с 47-го года. Так что у нас сегодня праздник. И вознаменование этого юбилея мы посвящаем короткий разговор коммуналкам. Я приглашаю на сцену жителей коммуналок, коммунальных квартир тех лет, Наталью Дмитриевну Кузичеву, Инну Александровну Злову и Ольгу Павловну Кротову. Пожалуйста, вот сюда. Так, первый вопрос. Наталья Дмитриевна Кузичева, вы житель коммуналки по адресу Арбат 35. Кому-то понятно, что означает этот адрес? Это где? Арбат 35. Это где, по-вашему? Это здесь, да, это здесь. Это сейчас мы в этой коммуналке как бы и находимся. Ну не совсем так. Вот вы и скажите, а как? Вы сейчас находитесь во дворе нашего дома. Это был двор. Круглый двор. Мы, конечно, здесь не гуляли, потому что это был хозяйственный двор. Магазины были по фасаду, по Арбату. А гуляли напротив, где школьный двор. Мы там гуляли. Скажите, пожалуйста, вопрос будет короткий и простой. Ваши окна куда выходили? Туда, в Калошин переулок. В Калошин переулок. Ну я не об этом. А во двор? А что такое? Во двор выходило у нас одно единственное окно, в котором жила депутат Свердловского района. Понятно. Значит, я вас хотел спросить. Вы здесь сколько лет прожили в этом доме? 16 почти. 16 лет вы прожили, да? А когда вы выехали отсюда? Я выехала, если считать, как я родилась в 43-м году. Из этого дома? Да. В 59-м выехали. А, то есть вы здесь жили не до того, как здесь... Нет, нет, мы выехали по Семеновому Союзу. Я почему бы спросил, здесь жило очень много людей. Здесь было огромное количество квартир, дом огромный, колоссальный. Он был построен до революции, в нем были роскошные квартиры, потом перестали быть роскошными они, но в них пихали очень много народу. Это были коммуналки. Огромные, да, очень большие коммуналки? Разные, очень разные. По фасаду дома длинные, а здесь у нас небольшие. Все знают известный анекдот. Прошу прощения, я его передам как-нибудь мягко. Алло, прачечная? Фигачечная, это Министерство культуры. Знаете, да? Кто мог подумать, что этот анекдот имеет под собой совершенно реальное основание? В этом доме, во всяком случае, вот уже в последние годы его жилого состояния была прачечная на четвертом этаже. Людей отсюда выселяли со слезами, они не хотели выезжать. Они не хотели покидать это место, больше расселяли их куда попало. Естественно, не спрашивая их, нравится им это или нет. И это, говорят даже, кто умер при выезде из дома. А уборщицы какие-то еще оставались. Они очень сочувствовали людям. И, в частности, в этой прачечной еще подходили некоторое время к телефону. Расспрашивали, алло, прачечная? Они отвечали. Это Министерство культуры. У меня огонек 1957-го, естественно, года. Подшивка номер 9. О добрых и недобрых соседях. На фотографии дети играют. Люди какие-то во что-то играют. Или обедают вместе. Статья, вообще говоря, о том, что люди жили хорошо и не очень хорошо в коммуналках. Это имеется в виду Преображенский вал 24. Это там, где вы жили. Квартир 265. Вот она тут фигурирует. Вы тут вообще есть на этой фотографии? Да, конечно. Покажите, пожалуйста. Вот Оля. Это вы, да? Ольга Павловна. А вот это я. Угу. А это вы. Да. А сколько детей было в коммуналке одновременно? Ну, в нашей квартире было 7 человек. Тут даже как бы вы что-то тут играете, по-моему. Ну... В ЛАТО. Значит, здесь просто, вы знаете, что получилось так, что, в общем, про нашу квартиру, не знаю, там, как сообщили редакторы журнала Огонек. И они к нам пришли и, значит, спросили, во что вы любите играть. Ну, решили, что ЛАТО самое доступное. И собрались вот в нашей комнате. Самое доступное, в ЛАТО. В комнате. Да, в комнате играли в ЛАТО. Ну-ка, принесите ЛАТО, пожалуйста. Вот мы сейчас быстро сыграем. И в зал раздайте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы помните, что... Да, не забудьте архивариуса и автора, пожалуйста, тоже и по карточке. Вот. Я банкую. Значит, будьте любезны. Помните, как назывались... Ну, некоторые цифры имели свои специальные клички. Угадать надо всего пять цифр. Не угадать, а просто совпасть пятью цифрами. Объявить, что ждут квартиры или что квартира. Если она будет в зале. Победитель ждет приз. Поехали. Шестьдесят семь. Шестьдесят. Шестьдесят семь. Шестьдесят один. Есть. Семнадцать. Есть. Есть. Хорошо, идем. У меня нет семнадцати. Тридцать один. Нет. Есть. Защеркивайте. Нет. Защеркивай, батенька. Пятьдесят девять. Пятьдесят девять. Есть. Есть. Зачеркивайте. Шестьдесят девять. Покрутите немножко. Нет, батенька. Пятьдесят семь. О, счастливый бочонок 57 И у меня тоже 8, вас не спросим Так, зачеркивайте Григорий, немножко покрутите снизу Совершенно ничего нет А, это у вас ничего нет, а у нас есть Зря крутил Подумаешь 6, пошутил 9, нет, шутка, 9 9 Есть 6 или 9 Ребята, приз умопомрачительный Рекомендую бороться, страшно 40 Я себя забыл совершенно Наверное, для славки 64 Не, я могу не играть, потому что ничего нет 43 43, есть Так 48 4 есть, ждете квартиры Понимаю 68 Есть Есть 68, вас не спросим 63 Есть Есть Наконец Наконец, Женя, поздравляю вас А то вы совсем у нас несчастные убоги 53 Во, вторая еще есть 48, нет, 64 Тихо 49 49 Есть 38 Квартира 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 у Кириенко Ничего себе Так, на сцену, пожалуйста Принес в студию, как вы видите, один мой знакомый Сюда, пожалуйста Так Зиночка, Зинаида Михайловна Погодите в залу, во-первых Они вас сегодня еще увидят, но тем не менее Это стоит увидеть, друзья Это лента Почетного гостя старой квартиры А вы знаете, мы приглашаем за любую нашу программу В любом качестве Конечно, с любым заявлением Любым поступком В любое время Посмотрите, пожалуйста Заодно и покажите Предмет Дальше след, смотрим кино Наталья 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 Пройдись, пройдись Ну, ступай Позвожай на эту сцену Естественно, звонками Григория Мелихова Того фильма Народового артиста Советского Союза Петра Петровича Глебова АПЛОДИСМЕНТЫ И его невесту Зина Михайловна Кириенко Народового артистского России АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Прошу солиста Здравствуйте, Петра Петрович Рад вас очень видеть Садитесь, пожалуйста Вот туда А где сваты? Я за них, в чем дело? Что есть какие-то соображения? Тогда же все получилось В тот раз Зачем же еще? Петра Петрович У меня к вам вопрос Как мужчина-мужчина Просто как мужчина-мужчина Вы снимаете стихом Донни Рядом с вами, значит, Наталья С одной стороны Аксинья с другой стороны То есть Быстрицкая Кириенко Потрясающий красавица 57-й год идет Ее там Наташа Архагельская Еще там И Людмила Хитяева И Хитяева еще там Один из первых Кому вас влекло Больше? Вам сколько тогда лет? Когда? В 57-м году 40 40 То есть самый вот расцвет Да, наверное, да Ну и как? И сейчас такой же расцвет Как вы себя чувствовали Вот в этом, ну, мало Слабо сказано Цветнике? Просто вот в таком окружении? Ну, отлично чувствовал себя Отлично в своей роли В своей роли Потому что в этом есть Художественное произведение Когда очень часто зрители говорят Ах, Аксинья, Быстрицкая, красавица Наверное, роман Или что-то такое Все-таки глупости Нельзя дотрадиваться Если ты играешь любовь Глаза И обманешь зрителям Не знаешь чего? Бьет каждый день Кровь высасывает Минуточку, минуточку Что-то не получается Пока не выходит Позвольте-ка Виннюю минутку Это мы с вами смотрим Несчастные мы смотрим Американские картины Где жуют друг друга Называя это любовью С холодными глазами Значит, школа Саниславского Которую я закончил Лично у самого Саниславского Герасимов меня пригласил На роль совершенно случайно Из московки, как вы знаете Посадил в машину Поехали домой В машине Разговаривал со мной более подробно О моей судьбе О моей жизни Что я наделал Что я делал И так далее И сразу убедился Что у меня все готово А к казакам вы имели отношение По происхождению? Ну, это прапрадед Граф Орлов Денисов Казак Мой, который похоронен Рядом с Платовым Новочеркасский Мой прапрадед Граф Орлов Денис Казак Значит Елена Михайловна Понимаете Спрашивают вас Про съемки Про это столько написано Столько известно Это книги выжили Тома Есть что-то такое В ваших воспоминаниях О съемках Тихого Дона Что еще Ни разу Не говорилось Не упоминалось По тем или иным причинам Вы знаете Я Такой Увлекающийся Наверное Человек И за то время Которое я здесь Вот пребывала Меня мысли унесли Далеко еще Когда речь шла О международном Фестивале Молодежи Потому что У меня была Такая романтическая История Которая имела Продолжение В 59-м году И Я надеюсь Поскольку Я все-таки Призер сегодня Да Вот это вот Оказывается Очень ценный приз Я надеюсь Что буду иметь Возможность С вами еще Можете нам ходить Сколько хотите Нет Не сколько хочу А сколько могу И сколько это будет интересно Зрителю Я бы хотела Рассказать О той истории Расскажите сейчас Как? Конечно Давайте Давайте Не, не Что за история такая? История Это был 57-й год И Москва Вся Окипела Молодежь Естественно Вся Была Была На таком Подъеме Потому что Встречали гостей Иностранцев Впервые Бал был В Кремле И я Познакомилась С кубинцем Вот в этом В этом самом Учреждении 30 лет Она мне Не запрещала Встречаться Мы Были В Кремле Мы были На площадях Мы были С ним Вдвоем Гуляли Вдвоем Гуляли Это самое страшное Наверное И Вы знаете Он даже Был у нас Дома Приходил И разговаривал С моей тетей На предмет Жениться Взять Руку и сердце На каком языке он говорил С вашей тетей У нас был разговор Вот этот вот Класс какой Разговорник Да Потом У него был разговорник Понимаете Может быть там был Шири Диапазон Потрясающе Вот Объяснений Да Что с ним стало дальше Он уехал Он уехал И вот Он мне там Писал чего-то Но я не получила Ни одного письма Очевидно Это все было Действительно У тети на работе Видимо Да Занове Железный Работал Но Но самое смешное 59-й год Акапулько Я с картиной Сергеем Федоровичем Бондарчуком И с картиной Судьба человека И вдруг Этот Альберто Объявляется Конец первой серии Да Спасибо большое Мы сейчас Петр Петрович Надо поздравить Маленькую Что Когда в 56-м году В конце 56-го Когда Зинаида Зималась романом Наверное В 56-м То уж в 57-м Герасиев не разрешил бы ей Ведь она была На тихом доре И должна была любить Григория И так далее А не какие там Эти самые Кубик А не Альберто Да 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 И В 56-м году Когда Я позвонил На Ливонский переулок Где был родильный дом Жене своей Позвонил и спросил Как себя чувствует Моя супруга Марина Алексеевна Она родила Я говорю Кого Ваша супруга Родила девочку Я говорю Посмотрите Еще повнимательнее Мне больно Хотелось парня Разница небольшая Да Она вернулась Глебова Марина Алексеевна Девочку родила А вы можете Передать Марине Алексеевне Что сегодня Меня Шолохов И Герасимов Утвердили на Григории Замечательно Ну и наконец В заключении Нашего разговора Я думаю Что публика Жажет окончания Латиноамериканского Сериала Встреча Вакапулька Ну что В двух словах Как было дело С Альберто В двух словах Приехал Альберто Встретились Мы с ним Долго-долго Сидели В номере Разговаривали Он приглашал Меня Ну Ну да Кубов Да 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 И Там наверное А номер Бондарчука Был рядом Я ощущала Что где-то Кто-то Все ходит И Ну не Бондарчук Конечно Ему это не надо было Но люди Которые ответственны Были Чтобы я не исчезла Вдруг И меня После разговора С этим Альберто Я не собиралась Уезжать Вдруг Переводят В посольство Меня не оставили В номере Боясь Что меня могут Репортировать Как это Репортировать Репортировать На Кубу Умыкнуть По нашему Умыкнуть вернее На Кубу Да Но самая Вот эта вот Черта времени Или это вечная Я не знаю Я оказалась На ужине Наедине С послом Потом вдруг Я полночи У меня была борьба За свою честь Извините Это было так И Мое счастье Что это был пожилой человек У него намного сил не хватило Он быстро меня Оставил в покое Это конец второй серии Я чувствую Что нам есть О чем поговорить Скириенко У которого есть пропуск На все передачи Обратите внимание Он ей понадобится Я понимаю Этого посла Кстати говоря Это ловноству С характеристикой Неблагонадежно А что неправильно Что ли Петр Петрович Если можно Девочки сядьте пожалуйста Давайте с вами Да сядьте на секундочку Я хотел бы с вами Сфотографироваться Если вы не против Спасибо Строгость Глебова И темперамент Кириенко Украсили Нашу сегодняшнюю программу Спасибо Петр Петрович Спасибо Всем спасибо Мы прощаемся с вами Ровно на неделю О Водопроводчик пришел Ну как Посмотри Экран течет Чего Давай Увидимся ровно через неделю На этом же месте По этому же адресу В этой же квартире И в том же году Спасибо В нашей квартире Коммунальный Деревянный И полуподвальный Под плакатом Особи Ахима Общий счетчик слез Висел незримый В нашей квартире Коммунальный Кухонька была Испомидальней И оркестром всех Кострюлек Сводным И судом Воистину Народным Плачу Плачу По квартире Коммунальной Будто По бабке По вивальной Слава Позолоченного Детства Золото Все-таки Соседство В телефон Владевший Коридор Все секреты Мы Орали Орм И не знали Фразы Церемонны Это разговор Не телефонный В три Солочного Детства Золотого Все-таки Соседства Если пела Дома Моя мама Замирали В кухне Месорубки 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 Продолжение следует...